Хорошо, мы тогда готовы начать. Тема вебинара, на который мы вас пригласили и очень рады видеть вас, это когнитивно-поведенческий коучинг среди других направлений и школ коучинга. Эту тему мы выбрали совместно в группе Telegram. Те, кто состоят в этой группе Telegram, видели, что был опрос. Было предложено несколько, достаточно много разных тем. И это была тема, которая набрала одно из самых больших количеств голосов. То есть она действительно интересна для вас. И если честно, то для нас она тоже интересна. Нам будет интересно ее попытаться раскрыть и пообщаться с вами, услышать, что еще вы хотели бы узнать в этой теме, на что нам обратить внимание, и как дальше мы можем продолжить наше общение на вот эту вот очень широкую тему. Итак, сейчас присутствует на вебинаре из команды когнитивно-поведенческого коучинга, ориентированного на цели, два человека. Но наша команда состоит на данный момент из трех человек. И отсутствует Екатерина, она не смогла присутствовать, но на следующих вебинарах точно вы сможете познакомиться с ней, и она представит себя. Сейчас представлю я себя и передам слово Ксении Поповой, также вот члена команды, нашей маленькой команды в рамках Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии и в рамках еще большей команды секции коучинга Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии. Меня зовут Василевский Андрей Сергеевич, я по профессии психолог-консультант, но также у меня есть предпринимательская деятельность, не связанная с психологией, с консультированием. И я также работаю как коуч, причем коуч сейчас исключительно в когнитивно-поведенческом подходе, хотя начинал не с когнитивно-поведенческого подхода, но перешел в него. Получив специализацию в когнитивно-поведенческом подходе, в психотерапии, в психологическом консультировании. Ксения. Да, коллеги, добрый день, добрый вечер. Спасибо, Андрей. Ну, собственно, меня зовут Попова Ксения, ко мне можно просто по имени. Я бизнес-психолог, тренер-методолог и коуч. Последние 10 лет я работала и продолжаю работать в обучении, в сфере обучения и развития в крупнейших MCG и производственных компаниях российских, и отвечаю в основном за функцию обучения и развития руководителей различных уровней, преимущественно это middle и top management. Создаю комплексные образовательные решения и системы обучения для данного сегмента руководителей, а также их реализовываю, как бизнес-тренер, как спикер, как отчасти коуч и ментор и наставник. И если говорить о сегодняшней теме, то она для меня такая несколько неоднозначная, потому что, с одной стороны, мы с этой темой, вот в той команде, которую вы видите, да, у себя на экранах живём достаточно уже продолжительное время, но удивительно, но факт, каждый раз в этой теме я для себя нахожу нечто новое, в том числе благодаря Андрею, благодаря Екатерине и всем тем коллегам, всем тем людям, с которыми мы эту тему обсуждаем. Поэтому, надеюсь, и сегодняшнее мероприятие, сегодняшний наш вебинар, семинар будет не исключением. Очень хочется живого диалога, хочется от вас вопросов, комментариев, поэтому я сегодня, скорее, Андрей, с твоего позволения, разрешения буду смотреть в основном в чат. Если будут какие-то вопросы, комментарии, я их буду тогда озвучивать, если кому-то будет неудобно это озвучить голосом, хотя это приветствуется. Ну и периодически буду, наверное, присоединяться к обсуждению, как уже второй тренер, спикер. Для меня всё-таки тема тренерства ближе, поэтому у меня периодически вот это вот вылетает, да, тренер, нет, сегодня всё-таки как спикер. Марья Ксения, да, спасибо. Спасибо. Так, сейчас секундочку, я отключу звуки. И начнём мы с того, что поймём вместе с вами, в чём же всё-таки задача, с какой задачей пришли мы на этот вебинар, и с какой задачей вы пришли на этот вебинар, несмотря на то, что тема озвучена, выбрана, но всё-таки, возможно, у вас есть своя какая-то личная задача посещения этого вебинара. И, возможно, эта задача связана с некой сложностью, которую вы решаете и хотите решить вот в рамках этого вебинара, чтобы мы в том числе помогли вам в этом. Ну, задача озвученная – это найти сходства и различия в многочисленных направлениях и школах коучинга, в определениях, что такое коучинг, в компетенциях этих школ, направлений и в используемых психологических подходах в рамках этих школ, направлений, организаций и так далее. То есть обозначена такая задача, и хотелось бы понять, какая у вас задача, с которой вы пришли на этот вебинар. Если вы можете написать в чате, пожалуйста, напишите, можно кратко я озвучу, или вы можете озвучить самостоятельно, включив микрофон. Будем очень благодарны за ваш голос. Да, задача совпадает с нашей, хорошо, ну, то есть с нашей общей, не только с нашей, но и с вашей, да. Хорошо, есть ли какие-то другие понимания, уточнения этой задачи, дополнения? Новая для меня тема, интересно, Ника. Ника, новая тема, тема коучинга в целом или место коучинга, вот, так сказать, в разных школах, в разных направлениях психологии в целом. Тема и место коучинга, понятно. Так, сейчас включился микрофон, если хотите говорить, то, пожалуйста, смело говорите, мы будем очень рады вас слышать. Когда коучи рекламируют свои слуги, замечаю, что они говорят про работу психолога, но почему-то разделяют, ну, почему-то разделяют. Ага, то есть разделяют услугу коучинговую и работу психолога, да, я правильно понимаю или нет? Тогда уточните. Интересно так разобраться с подходами, где общие, где различия. Да, это совпадает с темой. Задача, да, совпадает. Хорошо, спасибо. Можете написать и дальше, какие задачи вы видите, мы тогда обязательно это учтем, обратимся к тому, что вы напишите. И в чем сложность? То есть, по идее, наверное, можно самостоятельно решить эту задачу каким-то образом. Вот. И, в принципе, да, не приходить на этот вебинар, а для себя самостоятельно определить, решить и закрыть этот вопрос. Но, по всей видимости, все-таки что-то вот остается, какая-то сложность, чтобы полностью определиться в сходствах, в различиях, понять, что за подходы, какие подходы. Но вот есть какая-то сложность. Мы предполагаем, это наше предположение, что эта сложность связана с тем, что у коучинга достаточно неустоявшийся терминологический аппарат. То есть, разные коучинговые организации и коучи, преподаватели коучинга очень используют разные определения, понятия, термины. И поэтому все это разнообразие терминологии очень сложно понять. Понять, откуда эта вся терминология и понятия. Вот. И какой-то устоявшийся, вот такой словарик коуча пока мне не попадался. Большое разнообразие школ и направлений коучинга. Да, действительно, много школ коучинга, много направлений коучинга. И дальше презентация, мы покажем список направлений коучинга. Но он не исчерпывающий, то есть он действительно очень большой. То есть это десятки, десятки, еще раз десятки различных школ и направлений. И все они говорят о какой-то разнице, что они чем-то друг от друга отличаются. И при этом, чтобы разобраться в этих отличиях, по сути, надо пройти это обучение, потому что как таковых учебников, скажем, какой-то школы, опять же, мы не встречали. То есть мы видели учебники и достаточно много таких книг, даже не учебников, прочитали в общем про коучинг. Мы знакомы с разными психологическими подходами в коучинге, но вот именно коучингом в психологическом подходе или коучинг в видении какой-то школы, вот такого некоего учебника или книги мы не встречали, но можете поделиться, если вы знаете о таких книгах, мы сразу обратимся к ним, изучим их с удовольствием, прочитаем. То есть это разнообразие, но при этом не войдя в конкретное обучение, не освоившись в нем, очень сложно понять, что же там внутри, как говорится. Не очевидная содержательная сторона. Это вот перекликается с предыдущим пунктом, что действительно содержательную сторону достаточно сложно понять, особенно у тех направлений коучинга, у которых нету такой психологической приставки, например, гештальт коучинг или психоаналитический коучинг. Ну, здесь, наверное, можно примерно понять вот это вот содержание, что это будет за психоаналитический коучинг, гештальт коучинг, экзистенциальный коучинг, НЛП коучинг, транзакционный коучинг, потому что есть вот эта приставка и понятно, какой подход там будет превалировать. А вот школы, у которых просто начинается это как коучинг такой-то организации, что там опять же за содержание, какие там используются методы, техники, подходы. Опять же, с этим можно познакомиться только обучившись или в процессе обучения. Андрей, здесь, наверное, в продолжении того, что ты только что озвучил, вот в чате я вижу еще один, ну, условно, запрос, да, от Ирины Корякиной. Она пишет о том, что есть желание понять, как выглядит КПТ-коучинг, насколько психологию в лице данного подхода можно интегрировать в коучинг. При обучении последнему попытка совместить преподносилась как ошибка. Да, Ирина, спасибо большое за такое дополнение комментариев. Да, мы, собственно, этим занимаемся, это наша деятельность уже на протяжении последних двух лет очень интенсивно в части методологической развивается. И мы будем рады рассказать вам про свое видение вот в рамках этого семинара и последующего семинара, который будет 9 августа, ровно через неделю, и тема следующего вебинара – это как раз в чем, скажем, специфика когнитивно-поведенческого коучинга, ориентированного на цели, то есть методологии этого коучинга, и в нем именно в этой методологии указано, как происходит вот эта интеграция подхода психологического, даже психотерапевтического скорее и коучинга. Возможно ли бесшовная такая вот интеграция, такая естественная интеграция, а не так, что вот сейчас мы занимаемся коучингом, а вот сейчас мы остановились, потому что столкнулись с каким-то препятствием психологическим, и сейчас немножко поработаем в терапии, а потом вернемся в коучинг. То есть вот такой способ работы, мне кажется, он имеет право на существование, конечно, да, но хочется все-таки предоставлять услугу понятную и, так сказать, монолитную. Коучинг – значит коучинг, терапия – значит терапия. И можно как-то параллельно их проводить. Вот я сейчас уже начинаю немножечко углубляться в эту тему, но предлагаю, так сказать, оставить это на следующий семинар, извиняюсь, вебинар и, возможно, на последующие наши тоже встречи совместные, а также можно переписываться вот в группе, в Телеграме секция коучинга АКПП на эти темы. Так, это был трансформационный коучинг в МИПе. Трансформационный коучинг. Так, еще один вид коучинга или школа коучинга, направление коучинга, который называется трансформационный коучинг. Итак, мы определились, что есть у нас задача, вернее, у вас есть задача посещения данного вебинара. И помимо этой общей задачи хочется конкретизировать все-таки цель, чтобы нам легче было вместе достичь этой цели. Но для нас эта цель, конечно, будет несколько отличаться, чем для вас. Наша цель вообще в этом вебинаре, для чего мы здесь с вами, она такая, чтобы в течение вот этого часа заинтересовать вас когнитивно-поведенческим коучингом как видом профессиональной деятельности. Надеюсь, что нам удастся достигнуть этой цели. И, конечно, мы в конце вебинара оценим, насколько мы достигли этой цели. И здесь хочется вот некой такой более конкретики, потому что цель, в отличие от ситуации, от темы, с которой приходит человек, в том числе в коучинг, в терапии, в консультирование, вот цель, она более конкретная, то, что называется смарт, смартированная цель. Вот здесь сложная, может быть, задача, да, уточнить эту цель для вас, для себя, каждому из вас подумать все-таки, вот что бы вы хотели, какой бы вы хотели результат в конце этой встречи, этого вебинара. И как бы вы могли оценить, достигли вы этой цели или нет? Такой коучинговый достаточно вопрос, на который предлагаю вам сейчас подумать и ответить. Будем благодарны, если вы напишите в чате или скажете устно, как вы видите эту цель, как вы ее сможете оценить, достигли вы ее или нет. Так, Анжелик, узнать, насколько эффективен данный метод и в каких ситуациях его лучше применять, для людей с какими проблемами. Понять, возможно ли совмещать терапию и коучинг в рамках одного человека или услуги. Да, вот интеграция, опять про совмещение, вопрос совмещение, интеграция терапии, консультирования, коучинга в рамках одной услуги. Возможно ли это? Цель, да, Ника, цель, да, все-таки познакомиться с темой коучинга, понять, как КПТ работает в коучинге. Хорошо, познакомиться с направлением, направлением когнитивно-поведенческого коучинга. Да, постараемся представить вам это направление в каких-то общих понятиях. Так, хорошо, если есть желающие, пожалуйста, можете включать микрофоны. Хорошо, тогда помимо цели хочется еще понять ваш смысл. То есть вот в чем смысл? То есть, допустим, вы поняли, что теперь вот понятно, когнитивно-поведенческий коучинг – это то-то, то-то. Он помогает с клиентом решить те и те вопросы и так далее. То есть вот вы это поняли. Но в чем, собственно, ценность этого? То есть что это вам даст в дальнейшем? Какой смысл в этом? Потратить целый час на то, чтобы понять, что такое когнитивно-поведенческий коучинг и в чем отличие от других школ направлений? Почему это для вас ценно? Как вы будете это использовать в дальнейшем? Андрей, здесь, наверное, есть смысл вот эту связку немножко показать, потому что два слайда. На предыдущем у нас как будто бы было начало, когда мы сказали о том, что наша цель – вас заинтересовать. И вот здесь как будто бы продолжение для того, чтобы познакомиться с вами, лучше понять, что интересного для вас и что мы могли бы еще привнести такое во взаимодействие для развития когнитивно-поведенческого коучинга. То есть это то, что в коучинге, наверное, называется подняться чуть выше по ступеням и найти действительно большую ценность, личностный смысл. Почему важно? И вот здесь у нас было еще два комментария, которые уже были, когда ты переключил слайд от Евгения. Как понять, что нужно перейти в коучинг, в терапию. И вот если продолжать эту мысль, то тогда есть смысл здесь подумать, а если это произойдет, то есть вы поймете, когда нужно переходить, зачем нужно переходить, то что это будет значить для вас, то что большее вы получите для себя. Познакомиться с направлением, а также понять, хочу ли я начать обучение этому направлению, пишет Татьяна. И вот если вы достигнете эту цель, то что тогда произойдет? Что еще большего будет? Ну, например, у вас будет дополнительный источник заработка или, наоборот, основной источник заработка. Ну, вот как вариант. Или я обнаружу, что это мое направление в жизни, мне это очень нравится, я найду себя в этом, потому что я уже чувствую, что это интересное направление, развивающееся, очень новое. И, скорее всего, будет дальше еще быстрее развиваться, поскольку оно достаточно еще очень молодое, очень молодая профессия. По сути, вот еще в такой юности находится, и, возможно, в связи с этим сложности пока в определении этой профессии, в содержательной стороне, в становлении ее именно как профессия, в стандартах. Да, Сергей, ценность для меня – это люди, которые разделяют идею необходимости совмещения этих двух подходов, очень откликаются. То есть возможность в двух подходах работать, возможно, в том, что они, может быть, дополняют, взаимодополняют друг друга. Это получается какая-то целостная такая вот картина, услуга. Это, извините, я уже свою несколько интерпретаций добавляю, но поправьте, если это соответствует, не соответствует вашему пониманию. Да, любовь. Для меня это важно и для своего профессионального развития, плюс это нужно для дальнейшего консультирования моих клиентов. Консультирование уже в качестве коуча или вы сейчас терапевт, но хотите добавить вот эту вот коучинговую специализацию, модальность к терапевтической и психологической практике? Сергей, да, терапевт. Терапикоуч. Терапикоуч. Интересно. Мы все угадали, как назвать людей, которые занимаются и терапией, и коучингом. Я слышал и это в научных статьях, точнее, видел в научных статьях, где так это называется «коуч-психотерапевт». Статья, посвященная каким-то научным исследованиям, экспериментам. И написано, что вот по результатам этих исследований коуч-терапевта, практики коуч-терапевта и так далее. То есть такое сочетание. Есть еще сочетание психологический коучинг, но по-английски это звучит лучше. Коуч-психологический коучинг или коуч-психологист, консультант-коуч. В бизнесе, особенно часто сейчас я слышу, используется такое сочетание слов, как коуч-консультант. Что вкладывается в понятие и как сочетаются вот эти два слова в одном человеке, специалисте, коуч-консультант. Тоже интересный такой вопрос, который можно обсудить вместе и поисследовать. Здесь есть еще несколько интересных сообщений. Вот Андрей пишет, смогу оказывать комплексную услугу. У клиентов часто запрос не в рамках терапии. Хочу добавить это для своей терапевтической практики, уточняет Татьяна. Ценность для меня – понять, могу ли я стать коучем в данном направлении. И вот Ирина Коряки, она пишет «пси-коуч». Пси-коуч – хороший вариант. Да, на английском языке очень так компактно и лаконично получается. Ну что, я думаю, что основные идеи мы услышали. Можем двигаться дальше. Если еще кто-то хочет что-то высказать либо написать, коллеги, не сдерживайте себя. Итак, как мы это вместе сделаем или план встречи? Немножечко мы уже, конечно, не в рамках этого плана с точки зрения времени, но зато многое узнали сейчас для себя нового. Так, ну примерно у нас 40 минут заложено на презентацию. Несколько слайдов. В презентации вы можете задавать вопросы, писать в чате прям по ходу презентации, чтобы не забыть свои вопросы. Мы обязательно к нему обратимся. Или можете задавать вопросы, когда будут озвучены какие-то смысловые блоки. Мы будем делать специально паузы для того, чтобы услышать ваши вопросы, комментарии. Примерно 15 минут было задумано потратить на вообще обсуждение и вообще любые вопросы, касающиеся коучинга, психологических подходов в коучинге и так далее. И 5 минут, конечно же, на обратную связь. И также ваши пожелания, все-таки вот исходя из того, что вы сейчас услышали, на вебинар 9 августа в это же время, через неделю. То есть ваши пожелания и по формату встречи, и по тем вопросам, которые бы вы хотели обсудить, мы обязательно все это учтем на следующей встрече. Итак, перейдем к презентациям. Начнем мы эту презентацию неожиданно по той причине, что вот все, что мы сделали до этого вместе с вами, задавая вопросы, укладывается в очень простую такую вот систему, схему или концептуализацию, говоря таким терапевтическим языком, концептуализацию, в которой мы обозначили, в чем задача, с которой вы приходите, в чем озадаченность человека, определили, какова цель, значимая цель вашего присутствия здесь, и соотнесли ее с неким смыслом, вообще говоря, присутствия, изучения, решения этой задачи, в чем ценность этого для вас. И таким образом мы сверили наши когнитивные карты, то есть мы раскрыли свои карты для вас побольше, а вы раскрыли свои карты. И вот эта сверка, она очень полезна, потому что мы лучше понимаем, что вас интересует, вы лучше понимаете, для чего, собственно, мы здесь и о чем мы здесь будем рассказывать. Это вы видели концептуализацию или когнитивную карту как раз когнитивно-поведенческого коучинга, ориентированного на цели, то есть вот этой методологической разработки. Определение коучинга. Чтобы понимать, о чем, собственно, мы говорим, о каком виде деятельности и как клиентам объяснять, что, соответственно, он приобретает в виде этой услуги коучинговой. И вот здесь начинаются то, что называется сложности. Сложности, потому что определение коучинга огромное количество, более того, их количество растет. С каждым новым коучингом. Как только вы получите коучинговое образование, у вас точно будет свое понимание, что же такое коучинг. Вы, возможно, что-то добавите свое в это понимание, определение или как-то видоизмените, слегка измените то определение, которое вам было представлено при обучении. Но, скорее всего, у вас тоже появится какое-то свое определение. И, конечно, такое разнообразие определений, при том, что они достаточно сильно отличаются друг от друга, вводят в некую такую сложность и клиентов, и вас, потому что сложнее себя позиционировать и объяснять каждому новому человеку, клиенту, чем вы занимаетесь, какую услугу вы даете, что будет происходить в рамках вот этой деятельности. И, конечно, в идеале нужно бы стремиться к какому-то более или менее общему определению, краткому, но очень общему, которое дальше уже может видоизменяться, но вот это сохраняется какая-то стержневая часть, общая для всех. И здесь вы видите из Википедии, конечно же, не могли обойти стороной Википедию, видите определение так называемых отцов коучинга, Тимоти Голви, Майлза Дауни, но отцов много у коучинга, таких общеизвестных. Мы привели вот двух, Тимоти Голви, Майлза Дауни. Также, конечно же, ICF, Международная Федерация Коучинга, как крупнейшая организация, которая задает стандарты коучинга для обучающих организаций и оценивает уровень владения коучингом. У коучей дает квалификацию разнообразную ACC, PCC, MCC. Вот определение, тоже важно понимать, какое определение у этой организации коучинга. И есть также определение КПК-С, это системный когнитивно-поведенческий коучинг, который также развивается и есть в ассоциации, как методологическая разработка со своим пониманием определения коучинга. Вот сейчас можете с ней познакомиться. И хотелось бы задать вопрос, вот как вы определяете коучинг для себя, если вы с ним знакомы? Если напишите, тогда добавим ваше определение к этому списку и обсудим. Андрей, пока коллеги думают и пишут определение коучинга, здесь в чате возник организационный вопрос. Попробую озвучить по ходу, если ответ будет позже, дай, пожалуйста, знать, скажи об этом. Будет ли возможность скачать данную презентацию, коллеги интересуются? Да, мы предоставим, конечно же, презентацию. Единственное, что просьба вступить в группу, секцию когнитивно-поведенческого коучинга, ассоциации, потому что мы вышлим свою презентацию в этот чат, в эту группу. Так будет удобнее. И ссылку мы на нее дадим. Да, саму презентацию, ссылку, и дальше можем продолжить там общение, так будет очень удобно взаимодействовать. В конце подскажем опять еще раз с формулиром, как называется эта группа. Ну вот, можете уже сейчас поискать ее секция коучинга АКПП в Телеграме. Если задержитесь после, то мы быстренько вышлим, я найду ее, и вышли вам прямо в чат, в чат Зума. И да, спасибо. И вот коллеги уже начали писать свои определения того, что такое коучинг. И вот Наталья пишет, что для меня это... Ай, потеряла? Про постановку и достижение целей. Юлия пишет о том, что сопровождение на пути достижения цели. Сергей учился в аккредитованной ICF-академии. Коучинг – это партнерство, направленное на раскрытие потенциала и личного и профессионального. Раскрытие потенциала личного и профессионального. А Макс Уде пишет, коучинг – формирование плана достижения цели и умение задавать правильные вопросы. Спасибо большое. Да, сразу же можно что-то для себя отметить, что общего во всех этих определениях. Но сейчас мы добавим, соответственно, ваше определение и попробуем наше видение того, что объединяет все подавляющее большинство определений. Что же есть общего во всех этих определениях? И общее можно разложить на следующие вопросы. То есть определение должно, по идее, определение деятельности отвечать на вопрос, зачем делается эта деятельность вообще, зачем она, для чего она, что она помогает, в чем она помогает сделать. И здесь вот видится, что в подавляющем количестве определений присутствует слово «результат», слово «цель» или «результат», или «цель». Это очень близкие понятия «результаты цель» и «действия по достижению цели». И можно сделать, в принципе, вывод, что коучинг – это то, что помогает достигать цели. И это общее. И у вас тоже присутствует слово «цель». Следующее, что важно понять о деятельности, в определении этой деятельности, это как происходит эта деятельность. Как происходит эта деятельность. И поскольку это деятельность, где присутствует субъект этой деятельности, то есть кто ее совершает. Но нет объекта. То есть есть другой субъект, который также в этой деятельности участвует. Если бы это было субъект-объектная деятельность, то в определении было бы указано, что человек делает с каким-то объектом. А здесь человек делает не с объектом. И скорее нельзя так сказать, что человек, коуч, что-то делает с клиентом. По той причине, что это скорее не про совершение каких-то манипуляций, но об этом чуть дальше. И это ответ на вопрос «как?». То есть позиция коуча или коуч-позиция, которая очень важна для понимания, что же такое коучинг. И вот в этой позиции слово, которое наиболее часто встречается, или близкие по смыслу слова встречаются, это сопровождение. То есть действительно коуч не что-то делает с другим субъектом, а он сопровождает. То есть что-то делает этот другой субъект, но коуч сопровождает его в этих действиях. И как, собственно, при сопровождении это осуществляется? То есть понятно, что не за ручку коуча ведет клиент, оно скорее выражается в том, что коуч создает условия, среду для деятельности клиента. Он, так сказать, сотрудничает с клиентом в зоне ближайшего развития. То есть не тянет его за руку, не рекомендует что-то сделать, не экспертной информацией делится, а вот находится в этой зоне, и находясь в этой зоне, каким-то образом, непрямым образом помогает клиенту развиваться, что-то осуществлять и достигать каких-то результатов и целей своих. И коуч не действует прямо, то есть манипулятивно над клиентом, в позиции над, а он в позиции равенства, и таким образом он скорее содействует чему-то. Ну, как мы поняли, то есть это субъект-субъектная, скорее всего, деятельность субъект-субъектная, и тогда есть другая сторона этой деятельности – это клиент. И надо понять, что же клиент тогда делает в этой деятельности. И здесь вот то, что мне близко и очень просто объясняет, что делает клиент, это он движется к чему-то, к какой-то цели. И движется не от чего-то, не исходя от того, что надо от чего-то избавиться, надо что-то преодолеть, а из позиции, что он хочет вместо этого, то есть к чему, не от чего, а скорее к чему он движется и чего он достигает. То есть это гуманистическая позитивная направленность. И тогда позиция клиента – это активность, то есть он активен в этой деятельности, активен с позиции самоактуализации, самоэффективности, самовыражения, раскрытия своего потенциала, приобретения целостности, выбора. Он выбор не коуч, а клиент осуществляет. И использование именно своего опыта и знаний в большей части этой деятельности. Казалось бы, в принципе, вот эти вопросы, если в определении присутствует, то есть ответ, зачем эта деятельность, что она дает, как в этой деятельности себя реализует коуч, как реализует себя клиент, в принципе, этого было бы достаточно. И в большинстве определений, в общем-то, именно в этом поле и находятся эти определения. Но в подавляющем большинстве определений отсутствует содержательная сторона. То есть что мы понимаем под содержательной стороной? Это все-таки вот в этой деятельности, что используется, какие знания используются, какие подходы используются, какие методы и техники, чтобы уже в определении как-то, может быть, очень общими чертами отражалось, на что ориентируется коуч и ориентируется клиент, что они используют в этой деятельности, какие инструменты и так далее. И вот с содержательной стороной здесь некая с нашей точки зрения, вот пустота такая возникает. И тогда мы переходим к различиям. Сходства перечислили. Это все три стороны, в которых обнаруживается сходство, за исключением содержательной стороны, которая либо отсутствует, либо присутствует, но уже в таких психологических направлениях коучинга. Там так и называется гештальт коучинг. Ну, соответственно, понятно, какое содержание там гештальт. Из гештальт терапии, скажем. Различия. В чем все-таки различия разных, почему так много разных определений? Потому что либо фокусируется каждое определение на одном из этих трех аспектов, либо на двух, либо в редком случае на трех. Ну, в более редком, скажем, случае все эти три аспекта как-то упоминаются в этом определении. Но, как правило, все-таки кто-то фокусируется на чем-то большее, на каком-либо из этих трех аспектов. А второе, почему так много разных определений? Потому что это дескриптивные определения, которые очень такие длинные, развернутые бывают, в которых просто какие-то дополнительные стороны раскрываются этого деятельности. А деятельность очень сложная. И очень сложно ее вот описать лаконично и кратко, прям полностью все черты ее подчеркнув. Поэтому направленность в будущее, скажем, вот часто упоминается. Но мы знаем, что, конечно же, в психотерапии, в психологическом консультировании достаточно много подходов, особенно сейчас активно развивающихся, где тоже направленность в будущее, тоже про настоящее. Вот поэтому это не является такой вот исключительной чертой коучинга. Недирективность. Здесь еще больше вопросов, потому что те, кто знает когнитивно-поведенческий подход, понимают, что слово директивность может пониматься в разных смыслах. Директивность как манипулятивность, когда один человек манипулирует в свою пользу, со своими интересами, со своим пониманием экспертным, возможно, все-таки со своим пониманием другим человеком без его ведома. Это вот такое более отрицательное значение манипулятивности. Ну, конечно, если экспертная манипулятивность, то можно только поблагодарить такого манипулятора, что он помогает что-то решить без твоего участия. Вот в таком можно понимать значение директивности, а можно понимать директивность значения направленности, что коуч и клиент идут в каком-то направлении, которое, конечно же, выбирает клиент из его клиентской позиции в коучинге. И тогда не возникает каких-то проблем с директивностью. Опять же, да, это такая частная, скорее, черта, которая, опять же, не исключительно коучингу присущена. И дальше, конечно же, соотношение общее специфическое. Например, в коучинге часто в определениях присутствует изменение состояния. То есть, что в процессе коучинга происходит какое-то изменение состояния клиента. Он меняет свое состояние с помощью коуча или совсем самостоятельно. Но, опять же, это одно из условий с нашей точки зрения. То есть, сразу встает вопрос, а для чего меняется это состояние? Если коучинг только для изменения состояния, ради изменения своего состояния, то тут настолько стирается граница между психологическим консультированием и психотерапией, что она просто исчезает, она испаряется, нету этой границы, ее никак не нащупать. Потому что изменением состояния эмоционального занимается ей очень хорошо консультирование, терапия. И в этом ее сила, экспертность. И, собственно, это ее задача изменить, да, допустим, эмоциональное состояние, не устраивающее, устраивающее человека. Общее, специфическое и следствие цель. Теперь, конечно же, тут тоже разные варианты, потому что часто есть слово развитие, есть слово обучение. И развитие, и само такое обучение, конечно же, это следствие коучинга, да, это не цель, что клиент приходит в коучинг для того, чтобы развиваться. И, опять же, это присутствует во многих других деятельностях, да, развитие. То же обучение, тот же тренинг, это тоже про развитие. И психотерапия, это тоже про развитие. Вот, поэтому достаточно много формулировок. Также коучинг очень диалектичен. Он диалектичен, потому что это танец своеобразный. Вот самая такая метафора, которая мне больше всего нравится, это танец. Да, и как в танце происходит взаимодействие, такое обоюдное взаимодействие друг с другом. Также в коучинге это два человека взаимодействующих, и они взаимодействуют на основе, конечно, диалектичности. То есть это диалектика сопровождения, но при этом должна присутствовать направленность. Это самостоятельность клиента, но тогда как понимать помощь? Насколько самостоятельный клиент, если коуч оказывает какую-то помощь? Это обучение ивристика. То есть с одной стороны это можно как директивность воспринимать обучение, а с другой стороны ивристика как такое обучение, которое в зоне ближайшего развития и происходит в силу открытия самого клиента. Сотрудничество и ответственность. Опять же, если коуч-клиент сотрудничает, значит у них должна какая-то общая цель быть. Но тогда коуч по идее тоже отвечает за достижение этой цели. А мы очень часто слышим в определении коучинга, что коуч, собственно, не отвечает за достижение клиента в его цели. И это очень странно звучит. И четвертое различие – это указание на подход. И как мы уже раньше сказали, мы видим это отличие только в психологических направлениях коучинга. То есть это гешталь-коучинг, НЛП-коучинг, КПК и так далее. Вот здесь появляется содержательная часть, дифференцирующая разные подходы. Андрей, позволь, одно такое маленькое дополнение из чата. Мне кажется, достаточно важное, как некий итог того, что было сказано. Да, вот Максуда пишет, что исходя из того, что нет четкого определения, что такое коучинг, есть сложности в выборе правильных действий с позиции коуча. Коуч представляется и как мотиватор, и как планировщик, и как консультант, и еще в разных других ипостасиях. Вот здесь, да. Очень близко. Да, очень близко. Да, действительно, вот коуч, по моим ощущениям, постоянно вот это вот, так сказать, свое вот состояние меняет. Он то вот как менеджер, то как психотерапевт чуть-чуть поработал, потом как консультант, потом как тренер. И вот он постоянно скользит между этими разными режимами. Да, это скорее режимы, либо роли. Я, простите, на правах фасилитатора и модератора, все-таки вот 15-минутный резерв, еще времени. Я хотела бы об этом сказать. У нас остается порядка 15 минут основного времени. Я думаю, есть смысл сейчас чуть ускориться, и потом в конце уже прочитать в чате, какие будут комментарии и вопросы. Потому что правда, хочется продемонстрировать все то и рассказать все то, что мы готовили. Да, спасибо. Спасибо, Ксения. Согласен, надо ускоряться. Коучинг – это вид профессиональной деятельности по сопровождению человека в определении и достижении своих целей с использованием знаний о мышлении и поведении. Это наше определение коучинга. И здесь отражен результат. То есть для чего это деятельность? То есть деятельность для определения достижения своих целей, конкретных целей. Это позиция коучинга, что это сопровождение клиента. Это позиция клиента, что решаются именно свои цели, достигаются свои цели, определяются. И содержательная сторона о мышлении и поведении. Здесь когнитивная часть присутствует и поведенческая часть присутствует. Но вот в таком варианте, в таких словах, как мышление и поведение. И следующая часть нашего рассказа – это компетенции в коучинге. Почему компетенции важны для коучинга? Потому что это практическая деятельность. И, конечно, имеет большое значение содержательная сторона, то есть что. Но как тоже имеет очень большое значение. И вот компетенции и компетенционный подход создаются для того, чтобы как-то определять эту деятельность, направлять эту деятельность и оценивать ее. Компетенции отвечают на вопрос, в принципе, зачем, то есть зачем эта деятельность, достигнут ли результат какой-то в этой деятельности. И они отвечают на уже указанные выше вопросы, как эта деятельность осуществляется со стороны коуча клиента. И что используется в рамках этой деятельности. Компетенции меньше, чем школ коучинга и направлений коучинга. Во всяком случае, мы знаем о компетенциях этих организаций. Это ICF, ICU, ARK и CTRS. Значит, ICF, ICU, ARK – это коучинговые организации, ассоциации, объединяющие коучи. И у них есть свои стандарты. Ну, стандарты – это компетенции, по сути. Ну, ARK – ассоциация русскоязычных коучей. ICU – это Institute of International Coaching. Объединение, короче, я по-английски забыл, как называется. Union University. Union, да, Union. Вот CTRS – это сокращенно от Cognitive Therapy Rating Scale. То есть шкала, оценочная шкала терапевтических, а когнитивных, извините, когнитивного терапевта. Джеффри Янга и Айрона Бека. Это КПТ-компетенции. Института Айрона Бека. Вы можете скачать эти, посмотреть, точнее, эти компетенции, почитать их, сравнить. Это, я думаю, очень интересно. Сейчас я вышлю вам список, вернее, ссылки файлам, чтобы вам легче было их записать и пройти по ним. Ссылки на списки компетенции. Также в чат группы потом, если будет нужно, напишите, я тоже вышлю в Телеграме. И мы провели сравнительный анализ этих списков шкал компетенции. И вот следующее обнаружили сходства и различия. Но понятно, что это наша интерпретация. Ни в коем случае это не какая-то научная работа, обобщающая все и абсолютно верная, единственная. То есть это наше видение, которое можно подвергнуть сомнению, вопросам. И будет интересно также услышать ваши какие-то вопросы, сомнения или, наоборот, согласие с тем, что здесь указано. Значит, ключевые моменты. Ну, вот контракт. Контракт, который в компетенциях коучинговых присутствует. Это является видеться этими организациями как очень важная составляющая коучингового процесса. В когнитивно-поведенческой терапии в компетенциях присутствует повестка сессии. И КПТ-терапевты хорошо знают, что это очень важно в начале сессии определиться с повесткой, с клиентом, согласовать ее, определить ее. В нашем видении, в нашей методологии когнитивно-поведенческий коучинг, ориентированный на цели, это выносится за скобки. То есть это выносится за компетенции по той причине, что если понимать контракт как согласование времени, места, стоимости, то вот это согласование, оно не совсем коучинговое. То есть оно как бы вот такое организационное скорее. Поэтому оно делается даже, возможно, не в рамках сессии, а в предварительном каком-то общении, переписки, разговоры и так далее, предоставление договора, прочтение договора и так далее. Вот поэтому в нашем понимании это выносится за рамки компетенции и не оценивается. Но здесь вот встает вопрос все-таки о повестке, о сессии, о запросе, о формулировке запроса клиентам в начале коучинговой сессии или коучинга. И это, конечно, очень важная часть. Это понятно, что если нет повестки, вернее, нет задачи, она не сформулирована, не зафиксирована, то дальше непонятно, куда идти, что делать. Но тут возникает такая сложность, такая методологическая, что вот эта вот цель, запрос, с которым приходит клиент на коучинг и озвучивает его в течение первых минут или первых пяти минут, он, как правило, очень сильно модифицируется, меняется в последующие 30-40 минут коучинга или в течение сессии, даже двух сессий он может кардинально измениться. Опять же, в силу того, что клиент приходит к какому-то большему осознанию причин сложности, причин возникновения задачи и происходит переформулировка. Она может происходить на 10-й минуте, на 30-й минуте, в конце первой коучинговой сессии, через две сессии, а может происходить регулярно, постоянно уточняться и достаточно сильно меняться. Поэтому с нашей точки зрения есть смысл в том, чтобы это также вынести за скобки этих компетенций, но при этом оставить, конечно, процесс цели полагания и цели достижения, как процесс, который происходит в целом в коучинге, неважно, в первые пять минут в виде контрактования или в конце сессии, или в середине, это общая, так сказать, задача, которая решается лучше или хуже, качественнее или менее качественно, но вот совместно в течение всего процесса коучингового. Дальше вопрос этических норм и стандартов. В коучинговых ассоциациях, приведенных выше, этому уделяется очень большое внимание, то есть вот соблюдение этических норм. И это выносится в компетенции и оценивается, насколько коуч соблюдает этические нормы и стандарты. В КПТ такого нет, потому что соблюдение этических норм является абсолютно требованием. Если этические нормы не соблюдаются, то, по сути, терапевт лучше прекратить терапевтическую работу и все-таки прийти в соответствие, привести в соответствие свою практику с этими компетенциями. Вернее, извиняюсь, с этими этическими нормами. Также и в нашей шкале компетенции отсутствует понятие такой вот этики, потому что это очень важно. Это ключевое понятие, которое не оценивается. Оценивается либо есть соблюдение этики, либо этика не соблюдается, либо да, либо нет. Поведенческие маркеры. Поведенческие, но по сути, все компетенции, они состоят из вот этих поведенческих маркеров. То есть, что делает коуч, что делает клиент в ответ на действия коуча в виде поведения, которое можно видеть и регистрировать. По идее, это так. И поэтому слово поведенческое и присутствует в компетенциях, в маркерах. Вот ICF, ICU, IRK, соответственно, описывают в рамках компетенции, как должен себя или как лучше, чтобы вел себя коуч, как более эффективно проходит сессия. Но достаточно общими формулировками. Не хочу, чтобы это звучало как-то негативно, но если вы прочитаете, если ознакомитесь, то это некие достаточно общие формулировки. То есть, это не какое-то очень конкретное поведение, которое можно зарегистрировать со значением «было» или «не было». Или это, скорее всего, скорее «было», чем «не было». Ну вот в какой-то степени «было». И тут можно внедрять шкалу для каждого такого маркера, насколько это поведение было проявлено. В КПТ это, с нашей точки зрения, можно соглашаться или нет, но это более точно сформулированная поведенческая характеристика. То есть, конкретное поведение, которое либо происходило, либо нет. И это гораздо проще поведение зарегистрировать. Было оно или не было. Да или нет. Мы также старались ориентироваться на CTRS, на когнитивно-поведенческую шкалу, и тоже сделать вот эти поведенческие маркеры более конкретными, более вот такими определенными, чтобы супервизор, чтобы сам коуч смог себя потом оценить, прослушав свою сессию, и оценить, собственно, качество своей сессии, проявление или не проявление вот этого поведения. Содержательная часть. Ну, опять же, в ICF, IC, ARK отсутствует содержательная часть, то есть упоминание, какие техники были применены, какой подход был использован, в какой степени он был использован. Этого нет. В КПТ, конечно же, есть, если знакомы со шкалой CTRS, то помните там, как отражается использование концептуализации, использование когнитивно-поведенческих техник, то есть были они использованы или не были использованы, стратегия изменения была бы, была ли она вот проявлена, да, вот именно в сессиях, было ли дано домашнее задание буквально, да или нет, и если нет, то это минус, да, минус по шкале. Мы также этого придерживались, то есть есть составляющая содержательная, то есть, опять же, была ли применена и объяснена и проверено понимание когнитивной модели, то есть такой дидактический элемент, естественно, содержательной частью присутствует в том или ином виде, была ли применена концептуализация и удалось ли все то, что говорит клиент из важных каких-то моментов, отразить это в этой когнитивной карте концептуализации и вернуть, отразить это клиенту, и какие техники когнитивно-поведенческие были применены, вот, с каким успехом. Баллы в списке компетенций, вот в списках коучинговых организаций этой балленности нет, то есть указан просто список компетенций, как происходит оценка, я не знаю, возможно, это происходит в рамках обучения супервизоров, менторов, вот, но в рамках списка она отсутствует. В КПТ присутствует, вы знаете, да, что там 0, 2, 4, 6, с промежутком в 2 даются баллы. При этом эти баллы даются по увеличению сложности, то есть если 0 и там 2 баллы – это малая сложность проявления этого поведения, то там 4 и 6 – это уже большая сложность, вот, то, что осуществляет, то, как действует терапевт. Опять же, мы это отразили, это отражено в нашем списке компетенций, то есть там есть увеличение сложности. И дополнительные критерии, ну, вот в КПТ, да, там еще оценивается сложность терапевтического кейса и прочие моменты такие общие, которые влияют на вот эту больную оценку в некоторой степени. В коучинговых ассоциациях и в методологии КПК-Ц это отсутствует. Психологические подходы в коучинге. Время у нас закончилось, но я все-таки иллюстративно, это последний, предпоследний слайд, иллюстративно расскажу о том, что коучинговых подходов, вернее, психологических подходов в коучинге очень много. И если вам это интересно, то можете найти книгу «Приобрести хэндбуку коучинг-сайколоджа». Это руководство по психологии коучинга, где самые такие крупные психологические подходы описаны в виде вот таких кратких статей, что из себя представляют эти подходы. Вот, собственно, список вот этих подходов из этих двух книг. Еще есть «The Complete Handbook of Coaching», полное руководство коучинга. Вот там описаны на английском языке, в чем заключается суть этих подходов. Ну, как вы видите, все, что присутствует в психотерапевтической модальности, то есть уже и в коучинге. Даже коучинг, сфокусированный на сострадание, третья волна КПТ, есть. И что, опять же, с нашей позиции привносит использование психологических подходов в коучинге? С нашей точки зрения, использование подходов, научно обоснованных подходов с доказательной базой широкой, дает дополнительную эффективность коучингу, привносит эту эффективность, когда речь идет о каких-то решении каких-то психологических вопросов. Если что-то мешает достигнуть цели из психологических препятствий, и использование этих подходов, этой экспертизы, знаний, техник, методов очень сильно повышает эффективность коучинга. Но, конечно, этими подходами достаточно сложно обладевать. И, конечно же, прозрачность для клиентов. То есть под словом «коучинг» можно понимать все, что угодно. Существует огромное количество маргинальных так называемых коучей. То есть коучей, которые с очень специфическими вещами занимаются, там мастер-коучинг и прочее. И в рамках просто слова «коучинг» происходит непонятно что, если честно. Когда речь идет, например, об неком гештальт-коучинге, когнитивно-поведенческом коучинге, клиенту легче понять, легче сориентироваться, что же там будет происходить. Ну, плюс-минус, конечно. То есть это привносит некую прозрачность для клиентов, в том числе для бизнеса. И последнее, что хочется сказать про когнитивно-поведенческий подход. Вот это вопрос. Когнитивно-поведенческий подход – это ключевой компонент любого вида коучинга, вообще в целом коучинга. Присутствует ли там техники, присутствует ли там что-то из когнитивно-поведенческого подхода по умолчанию? Наш ответ – да, абсолютно. Потому что коучинг вообще восходит корнями к Сократу и прочим философам. Мы знаем сократический диалог. Тоже можно сказать, это какой-то вариант вид коучинга. И вот Сократический диалог так или иначе, как такой вот способ помощи клиенту прийти к какому-то решению, найти решение, достигнуть своей цели, достичь больше осознанности в каком-то вопросе. Он присутствует практически в любом виде коучинга, в целом в коучинге. И мы знаем, что Сократический диалог – это очень важная составляющая когнитивно-поведенческого подхода. Поэтому, конечно, когнитивно-поведенческий подход так или иначе присутствует в любом виде коучинга, в виде тех или иных методов, техник, каких-то особенностей. Потому что коучинг – это про то, чтобы произошли какие-то изменения с мышлением человека, то есть в его когнициях. Потому что при лишении любой задачи, достижении любой цели есть ограничивающие убеждения, есть дезадаптивное поведение, которое как раз не позволяет решить эту задачу, сложность или достичь более каких-то высоких результатов в чем-то, если говорить совсем позитивно. Есть какие-то мешающие компенсаторные стратегии и так далее. И все это потому, что есть какие-то специфические мыслительные вот эти вот аспекты клиентам, которые ему нужно изменить. Но коучинг – это все-таки про изменение поведения, потому что достижение цели, получение результата, как можно достигнуть чего-то и получить результат, ничего не сделав. То есть в коучинге ключевое – это вот этот инг, окончание инг, то есть это делание что-то, а это значит поведение, это действие. И поэтому сложность в достижении цели – это в том, что поведение несколько не соответствует, или нужно какое-то другое поведение, другие действия, чтобы этой цели достичь. Поэтому присутствует как когнитивная, так и поведенческая составляющая. И методология КПК, точнее методология КПК-Ц, по-английски это Cognitive Behavioral Coaching, Goal-Oriented, CBC-GO сокращенно. И здесь хочется сказать, что Goal-Oriented все, с нашей позиции весь коучинг, как вы видели, это общая черта во всех определениях. Говорится про результат, про цель, присутствует во всех практических определениях. Это значит, что это не наша какая-то конкретная специфика, это общая. И это название CBC-GO просто для того, чтобы было понимание, что вот здесь методология, практическая такая методология, своя, то есть это свой аппарат терминологический, своя система работы и так далее. Чтобы вы могли дифференцировать это как школу скорее. Вы можете ознакомиться с этой методологией в сборнике статей, то есть вот этого съезда этого года. Вы можете посмотреть выступления на пресс-CBT-форуме, который состоялся в мае, и на CBT-форуме, извиняюсь, в марте, 1 марта, и на видео CBT-форума, который состоялся в конце мая этого года. Вот посмотреть, там раскрыта еще дополнительно эта методология, если будет интересно. Вот ссылки мы не даем, но в Ютубе не так много когнитивно-поведенческого коучинга, поэтому просто вбив туда поисковик когнитивно-поведенческого коучинга, вы точно увидите там несколько вот этих вот роликов. Не только нашей команды, но и, конечно же, команды Алексея Ёжикова когнитивно-поведенческого коучинга, системного когнитивно-поведенческого коучинга. Так что приглашаем вас, и, конечно, очень хотим видеть вас в группе секции коучинга КПП, в которой можем продолжить взаимодействие, общение. Андрей, спасибо тебе большое за этот доклад. Как всегда, я даже для себя сегодня определенные новые вещи узнала. Как известно, новизна помогает в выработке дофамина. Поэтому лично меня ты сегодня сделал чуточку счастливее. Спасибо. В продолжение того, что ты сказал по поводу секции коучинга, коллеги в чате очень просят ссылку. У меня, к сожалению, нет ее под рукой, поэтому можно тебя сейчас попросить помочь в этом плане. Я бы хотела буквально еще на 1-2 минуты занять эфир и обратиться к участникам. Скажите, пожалуйста, для нас ваша обратная связь будет очень и очень ценной. Если сейчас возвращаться в начало нашего вебинара, с того, с чего мы начали, когда звучал вопрос про цель. С какой целью вы сегодня пришли на этот вебинар? Если вот сейчас, в данную минуту, оценивать по условно-десятибальной шкале, насколько вы эту цель достигли для себя лично, могли бы вы в чате поставить цифру условно, где ноль вообще не достиг, вообще не о том было, не оправдались ожидания. Десятка – это было прям хорошо и очень хорошо, получил ответы на все свои вопросы. вот где вы сейчас. И вы очень поможете, если рядом с цифрой, напишите те вопросы, которые сейчас, возможно, пока остались без ответа, чтобы на следующих вебинарах, либо, возможно, в нашей группе секции коучинга КПП, мы смогли на них ответить. И это обратная связь для нас, на что обратите внимание при подготовке наших выступлений, вебинаров, спичей и так далее. Вот это было бы очень здорово от вас узнать. То есть цифра, насколько вы достигли сегодня ту цель, насколько оправдались ваши ожидания от сегодняшнего вебинара, исходя из заявленной темы. И какие, возможно, остались вопросы, если они остались. Так, 10, 10, 100. Спасибо. Так, о подробностях про обучающий курс по КПП коучинг, когда можно узнать? Ага, это да, это... Наверное, ответ на этот вопрос оставим за кадром, чуть позже к нему вернемся. Да, будет ли повтор этого вебинара? Будет вебинар 9 числа. Несколько другая тема, она будет сконцентрирована именно на КПК-С методологии. Опять же, отличие КПК-С, но уже в рамках когнитивно-поведенческого направления. Но там же мы, конечно, коснемся отличия и в целом от прочих направлений коучинга. Да, возможно, запись будет доступна. Мы этот вопрос уточним. Возможно, она станет доступной на канале YouTube АКПП. Так что отслеживайте. Возможно, появится. Опять же, в группе в Телеграме, если вы присоединитесь к ней, то обязательно сообщим, пришлем информацию. по поводу программы, то есть курса КПК-С. Мы не хотим сейчас тратить на это время по той причине, что это будет отдельная встреча, отдельный такой вебинар, где мы ответим на все, исчерпывающие ответим на все ваши вопросы, потому что все-таки тема этого вебинара была такая вот, не про курс. Андрей, ссылку на группу. Ссылку я, к сожалению, не могу. Я попросил техподдержку АКПП, и вот сейчас специалист присутствует, потому что я сам состою как участник в этой группе, и я никак не могу получить. Замечательно. Спасибо огромное. Остался один вопрос. Как долго существует этот подход? Вот есть такой вопрос от Максуды в чате. Имеется в виду когнитивно-поведенческий подход. Да, когда родился еще дату, вот чтобы отмечать ежегодно. К сожалению, мы вот дату точно сказать не можем, когда он возник. Именно когнитивно-поведенческий подход. Но мы знаем лидеров сейчас в этом подходе. Это Стивен Палмер, это Уинди Драйден. И они начали писать статьи. Книги в том числе начали издаваться примерно с 2000-х годов. То есть можно взять с 2005 года и уже мир стал все больше и больше слышать об этом подходе, и появились уже публикации. До 2005 года, конечно, он тоже в каком-то виде существовал. Но пока еще не в очень научном понимании каждый понимал его по-своему. И сейчас каждый понимает когнитивно-поведенческий коучинг несколько по-своему, но есть общее. А общее – это когнитивная модель и это принципы когнитивно-поведенческого подхода, которые используются для решения, для помощи клиенту в решении своих каких-то сложностей психологического характера. Потому что коучинг на самом деле это же не только про изменение решения каких-то психологических состояний, вопросов и так далее. Эта часть психологическая, она присутствует, начинает присутствовать в коучинге больше тогда, когда действительно с достижением цели связана с проблемами. Проблема с достижением цели связана с какой-то психологической сложностью, как препятствием. Во многих случаях таких препятствий выраженных нет. И цели можно достигнуть помощью клиенту чисто фасилитационной и эвристической. То есть по сути это такое решение эвристической задачи, как что-то сделать так, чтобы получить результат. Там, конечно, тоже присутствует некая эвристическая составляющая, как способ преодоления стереотипного мышления, преодоления стереотипного поведения и так далее. То, что связано скорее с такой функциональной частью мышления. То есть если можно сказать, что есть дисфункциональная часть мышления в виде каких-то дисфункциональных убеждений, дезадаптивного поведения, то есть функциональная, но не в значении, что это какое-то убеждение функциональное, а в значении того, что это просто вот как решение, решение задачи, математической, бизнес-задачи, задачи какого-то личного характера и так далее. И, конечно, человек способен решить эту задачу чисто вот таким вот эвристическим способом. И коуч помогает эвристически, то есть он создает условия, такие условия для клиента, когда запускается активное мышление, когда клиент приобретает уверенность в том, что он в состоянии решить эту задачу. А если он уверен, что он в состоянии решить эту задачу, вот эти мыслительные процессы, они еще более интенсифицируются. Это также возможность выйти в мета-позицию. Почему мета-позиция так важна? Потому что только выйдя в мета-позицию, ты можешь оторваться от своего стереотипного поведения, стереотипного мышления и найти новые точки зрения, какие-то новые варианты решения и прочие моменты. которые позволят решить задачу чисто эвристическим таким вот путем. Андрей, спасибо. Здесь есть еще пожелания, но это скорее уже на будущее. Наши вебинары, интересно, будет разобраться в коуч-позиции КПК-Ц. О позиции коуча в КПК-Ц. Какая позиция? Коуч-позиция КПК-Ц. Да. Ксения, да? Да. Здесь очень бурная переписка по поводу все-таки, как найти секцию коучинг АКПП в Телеграме. Сейчас еще рассылку продублирую. Здесь. Да, вот пройти по этой ссылке. И я попрошу техподдержку и организацию АКПП все-таки сделать рассылку всем, кто участвовал, кто пришел на этот вебинар, сделать рассылку с этой ссылкой, с презентацией, чтобы вы точно ее получили. Здесь еще было предложение, что в чат семинара-вебинара отправить эту ссылку, чтобы она точно уже не потерялась. И есть еще один комментарий. Максуда пишет. Я сегодня благодаря вам поняла, что я и как специалист по КПТ, и коуч-психолог неосознанно вела свою деятельность. Благодарю вас. Да, ну, такое понятие осознанно-неосознанно, оно тоже такое, скорее всего, не фазовое, что либо я осознанно, либо неосознанно. А, скорее всего, есть тоже континуальность такая, там, более осознанно, менее осознанно. Да, ну, спасибо большое за ваш отзыв. И, да, надеемся, что в результате вебинара осознанность увеличится. По поводу позиции коуча в когнитивно-поведенческом коучинге, ориентированном на цели, ну, и в целом мы считаем это в коучинге в целом, это позиция топографа. Вот лучше всего годится метафора топографа. То есть происходит некая сферка. Вот в когнитивном понимании, по сути, клиент что делает? Он сверяет свою карту с территории. Под картой понимается то, что человек знает о себе, о реальности, о других людях и предполагает, что будет в будущем. Вот это вот когнитивная карта, на которую клиент смотрит. И на этой карте он не может найти, вот как из точки А перейти в точку Б. Вот как-то не получается никак совместить точку А с точкой Б каким-то маршрутом. И человек приходит для того, чтобы найти этот маршрут. И коуч, как топограф, он не показывает ему другую карту. Задача топографа, по сути, сверить карту с реальностью. Но коуч не сверяет, сверяет клиент. Топограф лишь регистрирует вот эту сверку. Он помогает клиенту производить эту сверку. Свои карты со своей реальностью. Это такая тоже диалектичность присутствует. И сложно уловить вот этот смысл. Но вот по сути концептуализация и когнитивная карта, которую, как мы считаем, очень важно показывать клиенту, она как раз отражает этот процесс сверки. И эту карту заполняет сам клиент, но руками коуча. То есть коуч просто записывает то, что он слышит в каких-то важных точках. Потому что прочертить всю карту, каждое там прорисовать кочку, здание, это и невозможно, и не нужно. Потому что из точки А в точку Б, чтобы перейти, надо знать, какие принципиально препятствия там присутствуют. Горы, овраги. И вот именно к ним надо, так сказать, их надо увидеть и проложить между ними маршрут. Поэтому коуч видит, когда речь идет о какой-то горе. Очень метафорично. В коучинге метафоричность присутствует в значительной очень степени, даже по сравнению с терапией, мне кажется. То есть он видит, когда в словах клиента слышится некая такая гора, которую он либо замечает, либо наоборот не замечает. И коуч задает вопросы, которые помогают клиенту нащупать, есть ли эта гора или ее нет. Нужно ли ее обходить или вот он упрется и не сможет ее преодолеть. Но по сути это производит ощупывание и, так сказать, локацию свою сам клиент, но с помощью профессиональной помощи, экспертной помощи топографа-коуча, который просто знает, как осуществлять это топографирование. И ему все равно, как топографу, какую карту, с какой территории он сличает и как пройдет этот маршрут, и какой даже будет результат этого маршрута. Ему важно, чтобы клиент определил точку А, то есть что с ним происходит сейчас, в чем сложность. И точку Б, что он действительно хочет, чего он хочет сам, а не кто-то другой. И тогда первое, локализовав точку отправления, локализовав точку конечную, дальше встает вопрос, как между этими двумя точками проложить маршрут, который будет наиболее коротким, наиболее безопасным, уверенным и интересным для клиента. Сейчас хочется сказать, ну вот вы услышали треть всей методологии когнитивно-поведенческого коучинга, ориентированного на цели. Поэтому это почти как получился семинар в семинаре, вебинар в вебинаре. У меня большая благодарность всем, кто остался, задает вопросы, пишет комментарии. Поэтому я хочу поделиться с вами шаблоном концептуализации. Вот слайд, где эта пирамида присутствовала, есть удобная форма заполнения этой карты. То есть вот мы с клиентом, по сути, заполняем эту карту, показываем ее в конце, как результат или даже в процессе коучинга, согласую, удобно ли это для клиента. Можете попробовать, потому что сейчас вот она настолько вот у меня внедрилась в мое поведение и в мои когниции, так сказать, что я чувствую, что вот я ее применяю в своих повседневных задачах, вот так сказать, не в виде там заполнения какого-то, а задавая себе вопросы вот по каждому из этих полей этой карты. Я вот здесь позволь тогда, Андрей, добавлю, что для клиентов, когда мы готовили диссертацию, магистрскую диссертацию по методологии пактинсивно-поведенческого коучинга и делали опрос клиентов, которые работали и с нами, и с нашими коллегами в данном подходе, практически 95% человек, клиентов говорили о том, что этот инструмент, вот эта карта для них явилась одним из самых ценных инструментов, которые они забрали с коуч-сессии. И вот есть те люди, которые рассказывали и делились историями о том, что говорят, я вообще в свой дневник эту карту вклеиваю и периодически к ней возвращаюсь. То есть просто был определенный набор коуч-сессии по отработке некоего запроса, и вот по итогам нам давали такую обратную связь. И чисто даже психологически, когда клиент с сессии уходит с чем-то, что можно условно потрогать, а это вот как раз вот эта карта, будь она в таблице Excel, либо вы ее от руки заполняете, это всегда очень приятно, очень здорово для клиента, и он может с ней продолжать дальше работать как инструмент в межсессионном пространстве. Ну и создается действительно такое ощущение, ух, да, как я сегодня вместе с коучем неслабо поработал, когда ты особенно видишь, что эта карта заполнена. Самое интересное, когда она не до конца заполнена. Это тоже такой кейс, который мы можем рассказать уже на следующем вебинаре и поделиться, если будет интересно. Да, на следующем вебинаре, спасибо, Ксения. Вот как раз сейчас уже начинается, по сути, следующий вебинар, потому что карта, да, она позволяет преемственность и стратегию коучинга задавать достаточно хорошо, потому что человек уходит с карты как с результатом, что бы ни было на сессии, но всегда есть какой-то результат в виде вот этого протокола, как угодно его можно назвать, мы называем его картой. Человек уходит, клиент уходит с чем-то, ему это очень помогает в дальнейшем вернуться к этому, в течение недели до следующей сессии, а на следующей сессии продолжить не с нуля, а уже с какого-то понимания, с какой-то точки, которую легко вспомнить, где мы завершили, и с чего начинать, где есть какие-то вопросы и возможности для последующего исследования. есть ли какие-то сейчас вопросы, без которых вы не хотите завершать этот вебинар, который очень важно вам прояснить, или перенесем тогда уже эти вопросы на следующий вебинар, вы можете их задать в группе, если присоединитесь. Да, спасибо большое за ваши отзывы, оценки, очень приятно, мы очень-очень рады. Спасибо за ваши вопросы и за вашу активность. Правда, в связи с тем, что мир вот стал таким достаточно цифровым в последнее время, не знаю, как вам, но мне порой не хватает такого очень активного человеческого общения, как бывшему бизнес-тренеру, хотя, наверное, бывших не бывает. Спасибо, что сегодня дали почувствовать, что здесь есть люди живые, активные, классные, думающие, размышляющие. Было очень и очень приятно. Поэтому надеюсь, что следующая встреча пройдет также интересно и полезно для всех нас. Спасибо, что были с нами в этот вечер. Тогда завершаю, несмотря на то, что не хочется расставаться, но завершаю эту встречу с надеждой увидеться с вами 9 августа. До свидания, хорошего вам вечера.